Бакыт Сатаров – музыкант областной Джалабадской филармонии. Он является самоучкой и играет на многих инструментах. Последние 2-3 года он начал учиться играть на СБСГ, так как в Джалабадской области тех, кто играет на данном инструменте, встретишь не так часто. «На сегодняшний день очень мало тех, кто интересуется и играет на древних кыргызских музыкальных инструментах. В основном есть те, кто горит желанием, но, к сожалению, нет таланта». На сегодняшний день главным музыкальным инструментом является комус, однако такое же внимание уже не уделяется Оос-Комузу. Как оказалось, этому есть свои причины. Оос-Комуз может сделать не каждый мастер. Есть только считанные, кто сможет сделать данный инструмент. Само название говорит за себя. Теймир-Комуз делают из железа. К примеру, комуз делают, потом мы его можем настроить на любую тональность. А вот Оос-Комуз нельзя настроить, его сразу делают с тональностями. Поэтому это очень кропотливая работа. Сказать, что любителей непопулярных древних инструментов нет, будет неправильно. В Кыргызстане хоть и мало, но есть фанаты таких музыкальных инструментов. Один из них – студент музыкального техникума Алсеид. На данный момент он учится играть на духовых инструментах. Он рассказал, что на сегодняшний день есть музыканты, которые целым оркестром выступают на различных тоях. Также он считает, что Чопо-Чор – один из важных инструментов, так как он встречается и в эпосе Манас. Я этот инструмент выбрал, потому что он мне понравился с первого взгляда. Мои друзья не понимали мой выбор. Предлагали мне поменять инструмент на другой, более популярный, но мне нравится. Для меня мой музыкальный инструмент – это святое, поэтому я не играю в каких-либо тоях, только на большой сцене. На сегодняшний день стало сложно найти в регионах музыкантов, которые играют на народных инструментах. Несмотря на это, есть деятели культуры, которые учат молодое поколение играть на инструменте и ценить его. По их словам, если даже отсутствует талант, есть те, кто горит желанием научиться. Мы должны показать молодежи, что есть и такие древние инструменты, что они ничем не хуже других. Было бы хорошо, если бы родители приводили талантливых детей, и тогда мы бы открыли специальный класс. Сейчас очень мало тех, которые играют на СБСГ. Вот, к примеру, у нас в филармонии был только один музыкант, и то из-за маленькой заработной платы уехал в Россию на заработки. Напомним, что на сегодняшний день стали позабытыми народные, а именно духовые инструменты. К ним относятся такие, как ЧОР и СБСГ. Остается лишь надеяться, что деятели культуры возьмут это дело в свои руки.